В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о сотрудничестве между культурными институциями Ненецкого округа и Королевства Нидерландов, совместных проектах юбилея Николаса Витцина и совместном культурном наследии двух стран. В гостях у нас директор Музейного объединения Ненецкого автономного округа Елена Меншакова, Енет Верейзер, советник по культуре посольства Королевства Нидерландов в Москве, и Виктория Лурик, старший советник отдела культуры и прессы Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге. Здравствуйте! Здравствуйте! И первый вопрос, какова цель вашего визита? Это впервые вы в Ненецком округе или это уже не первый визит? Почему вы к нам приехали в гости? Я сейчас первый раз в Нарьянмаре, это первый раз в Актике, и нас пригласили здесь на открытие выставки, посвященной Николасу Витцину, голландскому путешественнику. Кто такой Николас Витцин? Расскажите, пожалуйста, почему он актуален для Ненецкого округа, почему он актуален для жителей Ненецкого округа, что это за человек? Николас Витцин был выдающимся человеком своего времени, он был политиком, он был в течение многих долгих лет бургомистром города Амстердама, но кроме этого он известен тем, что он много путешествовал, создавал карты и делал заметки во время своих путешествий. В частности, есть замечательная книга, которая переведена на русский язык, мы издали ее, если я не ошибаюсь, в 2002, наверное, году, может быть, чуть-чуть попозже. Она называется «Северная и восточная Тартария». Николас Витцин делал потрясающие зарисовки, потрясающие заметки своих путешествий. Все это по тем временам были просто неоценимые источники информации. Нужно сказать, что он был необычным человеком, его интересовало абсолютно все. То есть это не только путешествия, но также и математика, также другие точные науки. И, как многие люди с большими талантами, он часто поддавался то, что мы сейчас называем депрессией. В частности, он принял решение следующее. Он решил, что обязательно нужно издать все свои труды и опубликовал их. Но как настоящий перфекционист, он хранил их у себя дома. И его труды в большинстве своем стали известны всем только уже после того, как он ушел из жизни. Но после него осталась масса материала, которым до сих пор пользуются ученые, историки, архивисты. Это наши неисчерпаемые источники информации тех времен. А что на выставке представлено? Какие это материалы? Насколько они ценны? Насколько они уникальны? Я, наверное, добавлю то, что сказали Яннет и Виктория. Почему Витцин и Ненецкий округ, и Пустозерск в первую очередь? Для нас Витцин и его северная и восточная Тартария – это уникальнейший источник по истории Пустозерска второй половины 17 века. К сожалению, русских источников бытовой жизни Пустозерска, его архитектуры, его визуального представления, к сожалению, нет. И так получилось, что всю информацию о даже названии города мы имеем именно в голландских источниках, в первую очередь у Николаса Витцина. Помните версии происхождения названия города Пустозерска, что якобы пустое озеро, что там ничего, рыбы там не было, мол, на самом деле рыба есть, что там, может быть, семги нет, поэтому пустое, либо там Курбский ушатый убражник закинули сеть и ничего не выловили, назвали озеро пустым. На самом деле Витцин приводит замечательное местное название пусть и озеро, потому что пустое озеро, потому что пус – это дикий и бурный на местном наречии. А озеро действительно бурное и дикое, потому что оно не сильно глубокое, мелкое, там всегда ветер и всегда барашки. Поэтому вот даже такие свидетельства о названии вполне себе оправданы, которые Витцин получал из своих каких-то уникальных источников, мы информаторов до сих пор, к сожалению, не знаем, можем только о них догадываться, вот приведены в его исследованиях. Конечно, когда мы задумывали вот этот большой проект, а он на самом деле проект, это не одна выставка, мы об этом еще будем говорить, мы хотели показать широкой публике нашего региона вот то наследие, которое благодаря Витцину на нас дошло. А это и карты, и причем не карты не только пустозерской, это карты индиги, вот индикской губы, в частности, колоколковской губы. Это замечательные изображения северных рыб, которые присутствуют в его книге. Это описание самоедов, их обычаев и обрядов. То есть там огромнейший пласт того, что мы используем сейчас, и то, что визуализировано, то есть то, что можно увидеть. Это, конечно, карты, карты, где есть пустозерск в том числе. Витцин был, наверное, первым человеком, который изготовил, а он был картографом, карту Сибири. И это его заслуга вообще огромнейшая. И эту карту Петр Первый изучал и был крайне благодарен за то, что она появилась. Это одна из точных, кстати, карт на тот период времени в восточной части российского государства. Поэтому неприходящее значение для пустозерской и Ниньского округа имеет эта фигура. И не случайно выставка была посвящена, и вот завтра откроется, как раз посвященная его юбилею. Что будет на выставке? Ну, раскрывать, конечно, нехорошо. Я уже сказала, что, конечно, в первую очередь... Заинтригуйте, вы не раскрывайте, вы заинтригуйте, чтобы люди захотели прийти. Что можно будет сделать на выставке? Ну, во-первых, можно будет услышать фрагмент, аудиофрагмент из книги Николаса Витцина, послушать, что он писал о пустозерске. Во-вторых, мы попытались реконструировать в Кабине древности то, что могло быть у Витцина привезенного с территории нашего края. Конечно, его карты, гравюры. И потом выставка у нас нацелена на такую возможность развития исторического воображения, поскольку связи с голландцами были в последующие эпохи и годы. И, допустим, мы знаем точно, что заходили с торговыми экспедициями сюда голландцы в XVIII веке. Вот что, какой обмен, какие продукты привозились, что отсюда вывозилось. Вот над этим тоже поразмышлять можно на выставке. Точно так же, как поразмышлять об информаторах Витцина, кто же мог действительно такие подробнейшие сведения о нашем крае. Человеку, который никогда на территории Пустозерска не был, он пропутешествовал только по Москве, ну, по Москве, да, то есть был в Москве в течение двух лет, насколько я помню, если могу ошибаться, уже слишком много информации по нему. Вот. И, конечно, для нас это загадка, над которой мы вот в рамках этой выставки будем размышлять, как-то думать, и, надеюсь, может быть, какие-то ответы на эти вопросы найдем. Елена Геннадьевна, а это на выставке экспонаты это фонды музея или это привезенные? Нет, к сожалению, мы бы хотели, чтобы у нас были какие-то экспонаты, и была идея сделать совместную выставку с Архангельским музеем. К сожалению, вот ситуация прошлого года и сложности, связанные с пандемией, нас от этого пока уберегли, ну, как бы не смогли мы это сделать. Но у нас есть небольшое количество, маленькое количество экспонатов от совместного наследия российско-нидерландского, которые мы вот там представили. Это фрагмент рубки голландской, это и фрагменты, и там монетки небольшие. Ну, что мы смогли собрать, то, что вот было у нас, и фрагменты фаянса, надеемся, что Деловского, может быть, ну, это голландский точно фаянс, тоже у нас есть из раскопки по Стодерске небольшое, ну, как бы маленькое количество, но мы трепетно относимся к этим экспонатам, их тоже можно будет увидеть на выставке. Ну, мы надеемся, что, если позволите, я добавлю, что это лишь вопрос времени, возможность привести настоящие аутентичные экспонаты из музеев Нидерландов. Несмотря на коронавирусные ограничения, все равно музейное сотрудничество продолжает работать. Мы продолжаем и посольство Нидерландов в Москве, и генеральное консульство в Санкт-Петербурге всеми силами старается поддерживать в настоящее время то, что сейчас, скажем так, еще можно реализовать в условиях невозможности поездок. Тем не менее, все-таки, наверное, на ближайшее время можно что-то планировать. А еще, наверное, хотелось бы сказать, что этот год неспроста стал таким вот отправным пунктом для проведения ряда мероприятий, посвященных Николасу Витцыну. Мы празднуем 380 лет со дня его рождения. Празднуем, наверное, не то слово, отмечаем 380 лет со дня рождения Николаса Витцына. Ну и, если позволите, хотели бы высказать надежду, то, что, начав в этом году ряд проектов, мы будем продолжать сотрудничество. Готовы поддержать. Смотрите, что такие проекты есть, и мы сегодня тоже будем. Да, давайте вот о проектах поговорим. Юна, расскажите, пожалуйста, вот у вас в планах, как продолжать сотрудничество с Ненецким округом, какие проекты? Ну, сейчас мы начинаем с истории, но там тоже уже течет проект художников, которые работают, голландские и русские художники, которые вместе работают на теме «Новые города на Старой Зиме». И там коллектив художников из Нидерландов, из провинции Флейверланд, и вот здесь, и из полиострова Ямала. Да, с Ямал-Ненецким округом. Вместе работают, чтобы развивать свои произведения, и осенью надеемся, что будет выставка вот этой работы, и следующий год будет здесь тоже эта выставка. А что касается Ненецкого округа, представить его в Голландии, нет таких планов? Да, тоже будет Флейверландия, да, эта выставка, это будет счастливой. Мы планируем этот проект «Новые города на Старой Земле», он вообще достаточно, мне кажется, актуальный, потому что «Новые города», возникшие в XX веке, вот на фоне вот такого вот эпического мышления, когда человек может все преобразовать, природу изменить, и появление вот этих городов, связанных с модернизацией, у нас в России, в Советском Союзе тогда, да, советизация была такая, мощная промышленная революция и так далее, все эти города создавались без учетов местных традиций зачастую, и в отрыве от местной культуры, и от местных традиций. И люди зачастую, живущие в этих городах, они являются мигрантами, то есть всегда приехали откуда-то. И ценности территории, на которой они сейчас живут, зачастую современные люди не ощущают. И вот мы этим проектом хотим порассуждать тоже на тему, что не все так просто, да, что всегда есть какое-то наследие, какой бы новый город, населенный пункт ни появился, он всегда на старой земле существует, со своими традициями, со своими народами, со своим населением. И вот порассуждать на эту тему, проект будет включать в себя встречи с местным сообществом, обсуждение тем развития вот этих городов, как их трансформировать, чтобы вот это наследие, оно плавно визуализировано в самом городе. Даже вот на Нарьинмар посмотрите, новый ведь город, да, но как немного у нас представлено того же ненецкого наследия, да, традиционной культуры пустозеров, кочевой культуры, оседлой культуры, да, русского старожильческого населения. Очень хотелось бы, чтобы хотя бы элементами, сейчас тихонечко мы начинаем идти по этому пути, да, и все города решают эти проблемы, чтобы свою аутентичность как-то проявить. Потому что одинаковые города, если смотришь с высоты птичьего полета, коробки, коробки, коробками. Хотелось бы, чтобы у каждого было свое лицо. И вот в этом контексте, конечно, этот проект, он такого мирового масштаба, и мы надеемся, что его увидят и в Нидерландах. И не случайно мы получили финансирование от Северного форума, это международная организация, которая входит, куда входят арктические регионы России, Аляски, Кореи, там достаточно много стран, которые являются членами этого сообщества. Поэтому проект, я надеюсь, что будет интересным. Мы очень хотим его качественно, хорошо реализовать, и надеемся, что все случится, и нидерландские художники приедут сюда, смогут погрузиться в нашу... Надеемся, что можно. Да. А интересно тем, что эта тема ландшафтного искусства и ландшафт в провинции Флеволанды очень похожа на вот здесь, на тундру, только не так холодно, но все равно и мало деревьев, и это, может быть, дает общую тему этим художникам работать вместе. Есть интерес. И вот Мартина Ван Кампен, которая является одним из нидерландских художников, она была здесь у нас вместе с Ириной Лейфер на конференции в 2019 году, посвященной 500-летию Пустозерска. Они прошли по большой Пустозерской тропе, они вдохновились этим наследием, и вот этот проект родился. Кстати, проект, приезд голландских художников был профинансирован частично посольством Нидерландов в Москве, поэтому мы благодарим, мы партнерствуем вот давно уже с посольством, поэтому мы надеемся, что и дальше вот эти все наши инициативы, они будут поддержаны и будут развиваться в том же таком плодотворном контексте. Нужно отметить, если позволите добавить тоже, нидерландское артистическое сообщество вообще очень часто интересуется данными темами развития городской инфраструктуры, вообще городов, малых городов. Это часто, зачастую, становится основной темой размышлений и трансформируется в любую форму художественного проекта. Сейчас, для меня тоже сегодня первый раз в Нидерском автономном округе, но сразу же глаз зацепили художники стрит-арт, и мне тут же пришло в голову, что это было бы возможно тоже так же стимулировать какое-то сотрудничество художников в области уличного искусства. Естественно, в условиях полярной ночи я вижу, что здесь уже поддерживаются цветовые решения городской инфраструктуры, световые тоже зачастую очень важные, когда круглый день темно, естественно, необходимо как можно больше света. В Нидерландах традиционно эти направления очень сильны и очень хорошо развиты, и Нидерландам есть что предложить. Так что мы готовы, в частности, вот эти направления тоже рассмотреть, может быть, помочь где-то, поддержать начало контактов. Насколько я знаю, ваша программа пребывания, она не ограничивается выставкой, да, запланировано очень много мероприятий, в том числе мастер-классы, да, для библиотекарей мастер-классы. Что это? Что это за мастер-классы? Чему вы хотите научить наших людей? Ну, я не учительница, я не могу учить, но я хочу вводить разговор с библиотекарами, потому что я историк, я очень люблю библиотеки, и они имеют большое значение для города. И я просто хочу с ними обсуждать, как работают библиотеки в России, как работают в Нидерландии, может быть. Они могут мне показать примеры, которые тоже хорошо знают голландским библиотекарам. И у меня маленькая презентация с кадрами голландских библиотек, и я думаю, взаимно будет интересно. А в Голландии востребованы библиотеки? То есть все-таки сейчас так развита сеть интернет, что можно все найти там. Насколько это актуально? Да, это очень актуально, потому что число книг, которые взяты из библиотеки, падают каждый год из голландских библиотек. И сейчас библиотека у нас больше, чем места для книг. И там есть разные кружки, клубы, языковые подготовки. Но тоже я слышала, что в России тоже бывает, что в библиотеке помогают людям наполнить формы для государства. Просто с формулярами, с документами справиться. И всем этим библиотеки становятся больше, чем книги. И это мне очень интересно. А как у вас вообще впечатление от нашего Ненецкого округа, от нашей погоды? Вы уже успели увидеть все. Ну, я сегодня прилетела, но погода прекрасная, солнечная, и свежая, и воздух чистый. И я сейчас из Москвы, где на улице я не знаю, какой грязь. Здесь лучше в этом моменте. Что еще будет входить в программу пребывания? Что вы должны будете посмотреть? Что вы должны будете увидеть еще в Ненецком округе? Расскажите нам немножко. Пустой зерк. Самый Пустой зерк надо посмотреть. Потому что об этом Витцин написал. И мы проводим, будем там на экскурзии. И это будет тоже очень интересно, я думаю. И я могу остаться тоже по субботам, когда будет конкурс по снегоходам. Это будет тоже интересно. Я никогда в жизни не видела. А возможно, что после посещения могут родиться какие-то еще проекты, о которых вы еще пока не задумывались. Возможно, будет еще какое-то сотрудничество. Да, это всегда. Мы, конечно, в связи через e-mail, через интернет, через телефон. Но когда человек путешествует и ходит в другой город, там встречаются с людьми. И поэтому я тоже надеюсь, что я могу встретиться с людьми, у которых новые идеи. И уже 2-3 человека подошли ко мне с новыми идеями. И я надеюсь, что эти идеи можем развиваться. Елена Геннадьевна, а вы бы какие хотели, какие бы у вас были идеи, чтобы совместное сотрудничество, которое еще не озвучено, есть какие-то у вас задумки, что можно было бы? Конечно. Для нас, в первую очередь, интересно совместное наследие, в первую очередь, выявить все факты взаимодействия голландцев с нашим краем. Причем не только это касается позднего средневековья, времени Николаса Витцина и нового времени, но это касается и такой, недавней нашей истории, когда сюда приходили голландские суда за лесом, на Печорский лесозавод. Это и время Сидорова, середины 19 века, о чем мы сегодня говорили с Юрием Викторовичем Каневым, как раз о том, что он тоже отправлял сюда большое количество судов, в Дельту Печору. И есть тут некие объекты, возможно, которые оставлены, то есть тоже общее наследие, уже материальное, с той эпохи. Возможно, это и какие-то проекты в области природы. Я знаю, мы буквально, когда готовили, изучали, по крайней мере, так рамочно пока, хотя сейчас совместное наследие, мы знаем, что были проекты в десятых годах, двухтысячных уже сейчас, современные с голландцами по изучению популяции гуси-пескульки, поскольку вот миграции как раз происходят в Голландию, интерес у голландских исследований, исследователей-естественников к нашей территории тоже есть, и он неприходяч, потому что это тоже общее, уже природное наследие получается. И тут точек соприкосновения можно найти много и разных. Завтра мы покажем наш музей, краеведческий музей, естественно, мы пойдем в Дом Шевелевых, Пустозерск, мы пытаемся наполнить и рассказать нашу историю, погрузить в культуру и традиции народов, и, может быть, какие-то еще точки соприкосновения у нас будут в разных областях. Это может быть и археология, это может быть и палеонтология, это может быть и природа, какие-то орнитологические исследования и так далее. То есть найти точки можно разные, просто мы мало знаем друг о друге, и вот этот визит, наверное, он в первую очередь решает задачу и ставит своей целью как раз нащупать вот это наследие, которое у нас есть, оно есть и проявляется, как вот через ВИЦы, на которой вроде как на поверхности, но ведь оно продолжалось, не было такого, чтобы вообще не было связей. И даже в конце XVIII века, когда уже Мангазейский морской ход давно был закрыт, то есть ход, то, что мы называем сейчас Северный морской путь, дважды голландские корабли приходили сюда с товаром и увозили отсюда огромное количество пуха, гусиного, причем это тоннами Куропачьего, это же огромное количество просто было, привозили сюда уксус, привозили сюда вино, привозили, конечно же, соль, которая была здесь востребована, поскольку здесь рыболовство, то есть мы знаем эти объемы и понимаем, что при той ледовой обстановке конца XVIII века, при сложности движения по Северному морскому пути в арктических водах, эти контакты, они продолжались, и я думаю, что тут просто вот неисчерпаемое поле нужно изучать, исследовать и с двух сторон это всегда приводит к очень хорошим результатам и дает новую пищу для сегодняшнего нашего развития, потому что история и культура, и традиции, они двигают развитием территории, и без этого невозможно. То есть всегда интересно себя изучать. Вот мы себя изучаем, в том числе через голландцию, потому что по-другому не получается иногда. Нет российских источников или они такие ограниченного характера. А как вы вообще узнали про Витцина? Как эта фигура возникла вообще у нас в Ненинском округе? Откуда появился информация о нем? Я, как и Иннет, я тоже историк. Поэтому мы с ней коллеги, историки, всегда опираются на источниковую базу. Источники, как правило, письменные. Мы, когда изучаем период, мы смотрим все, что доступно с разных сторон. В первую очередь, это, естественно, письменные источники официального документа оборота, это какие-то заметки путешественников и так далее, российских, ну, естественно, и зарубежных. К сожалению, в полной мере труд Витцина доступен нам не был, он был доступен только вот в тех публикациях очень лапидарных, очень таких ограниченных, фрагментарных, которые выходили в советские годы и в постсоветское время в Россию. Но вот благодаря этому замечательному подарку, который Енет сегодня привезла и подарила в библиотеку, в научную библиотеку нашего музея, это вот трехтомник труда Николаса Витцина «Северная и Восточная Тартария», мы мечтали об этом издании, вот просто мечтали. Оно было издано так уж относительно давно, более 10 лет назад, но у нас его в библиотеке не было, вообще в регионе у нас его не было. Это первый такой очень хороший подарок, и мы, конечно, будем беречь этот труд, и наши сотрудники, и все жители округа могут прийти и почитать в научную библиотеку нашего музея, ознакомиться с вот этим замечательным наследием, совместным наследием российско-голландским, которое теперь в регионе у нас будет. Спасибо, Енет. А этот трехтомник, он на русском языке? Да, это замечательный перевод, причем очень качественный, там еще есть CD-диск, просто превосходное издание, отпечатанное, насколько я помню, в Голландии, по-моему, да? Отпечатали мы действительно, Генеральное консульство поддерживало в свое время этот проект, инициирован он был инициативной группой исследователей, историков с российской стороны, Наталья Павловна Копанева, наш знаменитый историк, который сейчас работает в Кусткамере в Санкт-Петербурге, инициировал этот проект, и мы действительно с гордостью можем отметить, что это самый качественный, наверное, источник, который только можно себе представить. Перевод со старой нидерландского хочу отметить, как нидерландист, осуществляла моя профессора Санкт-Петербургского университета, моя преподавательница Ирина Михайловна Михайлова, и нужно отметить, что перевод всегда составляет огромную часть, естественно, по важности, если публикация готовится. Так вот, здесь можно на 100% с уверенностью на 100% говорить, что проект действительно был качественный, мы на него опираемся. Есть также планы совместно у нас с посольством заново издать публикацию Николаса Вицына «Путешествие в Москву». Так что в этом году мы будем продолжать еще проекты. Имя Николаса Вицына еще неоднократно появится и в СМИ. Вицына появится. Однозначно. Потому что он тоже был личный друг Петра I, и он тоже дал свои деньги на первую голландскую церковь в Москве. Значит, в Москве лежит сейчас памятная доска Вицына, и это первая такая доска в истории России. Значит, не может учиться русская история без Вицына, я думаю. Ну, а следующий год 2022 естественно ознаменован значительной датой Петровским годом, станет Петровским годом, и мы уверены, что масса голландских проектов будет также реализована в этом году. Мы, по крайней мере, готовимся уже. Это было бы очень замечательно. Я думаю, что наши телезрители, услышав информацию про эту выставку, обязательно посетят наш музей и посмотрят эту выставку. Наша программа подходит к концу. Большое вам спасибо. Программа «Актуальное интервью» подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова